Всем привет! Вы смотрите новости на канале Апрель. Меня зовут Юлия Кулешова и в этом выпуске первый спикер Адостана Джумабекова, виртуозное владение языком Азимбека Бекназарова, карты, деньги, два ствола по-бишкекски и многое другое. Не жмите паузу. Ну что, начнем, так сказать, с официальной хроники. Новый посол в Малайзии Азимбек Бекназаров уже вовсю отрабатывает свое назначение. Усерно так, старается. Язык пока не выучил, используют его по-другому. Субтитры создавал. Азырынче таза, екенчезы иманды олыб. Кудайдан қорқыт. Баяғы ле бектезаровтар жүрет. Бектезаров жоғыл болды. Жаштар качан саясатқа келеді. Да, коындық бекіл бар біз көнді. Мен Антарктикаға варсамда, Арктикаға варсамда, Кырғызстандан, Кырғыздан кетпейм. Сатылып кетті ойынша. Мен сатылған жоқ. Мен ұшыл ситуацийна туыра байдалану атамыз. Мен ұшыл сае тұлайды. Мен ұшыл сае тұлайды. Чудные дела творятся и в парламенте. Там сегодня некоторым особо отличившимся депутатам присвоили почетные звания и вручили грамоты за вклад в развитие Кыргызстана. О, как! За внесение значительного вклада в развитие социально-экономического и интеллектуального развития страны депутат Танчтык Шайназаров получает звание заслуженного юриста. Депутат Канабек Иманалиев удостаивается звание заслуженный деятель культуры. Чиргалбек Турускулов и Нодербек Каримов награждаются почетными грамотами. Даже странно, чего это спикер себя вниманием уделил. Мог бы наградить за, ну я не знаю, за развитие географии или за вклад в развитие русского и кыргызского языков или за охрану природы. Кстати, сегодня Джумабеков опять отличился. Под влиянием глобальных проблем и вызовов мир стремительно меняется. Все более очевидно становится необходимость углубления и расширения интеграционных отношений, выходящих за рамки традиционного регионализма. Мы здесь кукурузу не охраняем, как говорится, да? Реальный вопрос берут. А другой депутат Канабек Рыспаев внезапно стал почетным профессором. Вот такой снимок появился в социальных сетях. Правда, где он сделан, пока неизвестно. Канабек Рыспаев – это тот самый униженный и оскорбленный депутат, который стребовал с газетой АЧХСА 300 тысяч сомов. Во столько он оценил свои честь и достоинства. Редакция газеты обратилась за помощью в выплате иска к неравнодушным гражданам. Самим собрать такую сумму довольно сложно. Ну и вы можете справедливо возмутиться, чего это мы рассказываем про этих, которые заседают в мягких креслах. Но надо, надо знать каждого. Скоро выборы в парламент уже осенью этого года. И надо делать выбор с умом. Ну и продолжая тему противостояния журналистов и политиков, предлагаю ознакомиться с обзором международной организации Human Rights Watch. Ссылку на него мы прицепим в описании к этому видео. Организация изучила события в Кыргызстане за прошлый год и пришла к неутешительным выводам. Да, все плохо. Насилие в отношении женщин и проблемы со свободой слова. По данным Human Rights Watch, защитные меры по охране от семейного насилия и ранних браков применяются непоследовательно. Гражданские группы сталкиваются с постоянным давлением. А большинство фактов нападения на журналистов остаются нерасследованными. Безнаказанность провоцирует рост насилия. А военная прокуратура Миштем вызвала на допрос редактора газеты Чиндык Турсунбека Бешенбекова. Почему? Не сообщается. Накануне та же военная прокуратура допрашивала редактора другой газеты Азия Ньюз Асланбека Сардбаева. Как полагает гражданский активист Адиль Турдукулов за критические высказывания в адрес вице-премьер-министра Джаниша Розакова. В Кыргызстан прибыл генеральный секретарь социалистического интернационала Луис Айла. Это такая международная организация, которая объединяет социал-демократов всех стран. Фишка в том, что в Бешкеке главу этого интернационала встретил глава парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов, которого из самой партии СДПК исключили. И, как сообщает Ирина Карамушкина, СДПКшников на эту встречу не позвали. Хотя именно представители СДПК приглашали генсека с этого интернационала, рассказывали ему о том, как у них рейдернули партию. Как ожидается, завтра Луис Айла уже встретится с ними и завтра же проведет встречу с Орунбаем Джейнбековым. Старейшая партия в Кыргызской республике – это единственная партия в регионе, точнее первая партия в регионе постсоветском, которая смогла из оппозиции прийти к власти. Все остальные политические партии, которые сегодня находятся во главе руководства, они созданы были президентами. Это и первая оппозиционная партия, пришедшая к власти, и первая политическая партия, которая после ухода с власти не распалась, не ликвидировалась, а продолжает свою деятельность в оппозиции. То есть намечена такая, так сказать, высокая степень партийного строительства. Но последние два года Кыргызская республика, она была сбита с пути прогрессивного развития, с пути демократического развития Кыргызстана. В последние два года в Кыргызской республике сформирован семейно-клановый режим джиембековых диктаторского типа, который проводит антинародную политику в интересах узкого круга лиц. Семейно-клановый режим проводит политику репрессий в отношении оппозиционных сил, в первую очередь против социал-демократической партии Кыргызстана. Многие руководители и лидеры партии сегодня арестованы. В тюрьмах производится умышленное причинение членам социал-демократической партии Кыргызстана физических и психических страданий, совершенные с целью получить от них ложные сведения или признания, запугать или принудить к совершению определенных действий. Офис социал-демократической партии Кыргызстана арестован и опечатан. Все имущество партии находится под арестом, и сегодня члены партии не могут получить доступ к ним. Все это справедливо можно именовать препятствованием деятельности политической партии. Три года со дня трагедии в даче Су. 16 января 2017 года рано утром на поселок рухнул транспортно-грузовой Боинг турецкой авиакомпании. Погибли 39 человек, в том числе и 4 члена экипажа. Спустя три года там снова строят дома в красной зоне, в опасной близости от воздушных путей. И сегодня президент Суаронбай Джейнбеков встретился с детьми погибших, выразил соболезнования, пожелал крепкого здоровья и подарил книги и электронные планшеты. Восемь каргызстанцев пострадало в ДТП в Оренбургской области России. Столкнулись два автомобиля. Один выехал на встречную полосу и въехал в тот автомобиль, в котором ехали наши граждане. Они госпитализированы в Бузулукскую больницу скорой помощи. На место прибыл почетный консул Каргызской республики в Оренбурге. А в Бишкеке милиционеры Октябрьского РУВД устроили стрельбу в лайвбаре. Как сообщает пресс-служба ГУВД, люди выпили, поскандалили, а потом один из мужчин вытащил пистолет Макарова и, нацелившись в голову своего оппонента, выстрелил. Тот успел увернуться. Стрелком оказался сотрудник криминальной службы милиции УВД Октябрьского района 1994 года рождения. Теперь его посадили под домашний арест. ККНБ начало досудебное производство по статье «Хулиганство». И тоже в Бишкеке 13-летний мальчик попрошайничал на улице в свой день рождения. Так пишут в соцсетях и СМИ. На самом деле попрошайничал он на улице не только в свой день рождения на протяжении нескольких дней. Рассказал, что попрошайничает для того, чтобы прокормить семью. Сам из Соколукского района, проживая там с родителями, семья считается неблагополучной. Соцработники отвезли его домой и рекомендовали соцработникам Соколукского района больше работать с этой семьей. Я обращаюсь к президенту Сурамбай Шарипович. Вы объявили этот год годом в том числе защиты детей. Таких детей, как этот мальчик, таких семей, как его в Кыргызстане много. Начните уже, пожалуйста, что-нибудь делать для того, чтобы детям не приходилось попрошайничать. Начните с малого, хотя бы с личного участия в семье этого мальчика из Соколукского района. А в России вот это поворот года. Да что там года, нескольких лет случился. Правительство в главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым ушло в отставку. И теперь все гадают, чего это он решил уйти. И главное, что дальше будет. Лен Тару предполагает, что дело в том, что Владимир Путин, президент России, был недоволен работой Медведева. В частности, реализацией национальных проектов. И вот тут немного странно. Как бы косячил Медведев немало, а уйти решил сейчас. С другой стороны, все это сильно смахивает на уже опробированную в Казахстане схему. Там Назарбаев пересел из президентского кресла в кресло главы Совбеза. Медведев, конечно, не президент, не его очередь была. Но тоже пересел в кресло главы Совбеза. А новым премьер-министром теперь, как ожидается, станет глава Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин. Как-то даже непривычно сейчас премьер-министр России и не Медведев. Путин и Мишустин. Мишустин и Путин. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Как-то даже странно звучит. Ну и надо какую-нибудь позитивную новость. Вот в Карабуринском районе Таласской области егерь спас краснокнижного Архара. Совсем маленького. Нашел его в горах беспомощного и слабого. Что случилось с матерью, неизвестно. Штраф за незаконную охоту на Архара составляет 1 миллион сомов. Незаконную. Убивать на законных основаниях этих краснокнижных животных можно. Депутаты не против. Купил лицензию и вперед сокращай кормовую базу барсов. Что-то не очень позитивно вышло, но уж как есть. Больше новостей на нашем официальном сайте april.kg. Спасибо, что смотрите нас. Спасибо, что поддерживаете. Ваша поддержка очень важна для нас, для работы всей нашей редакции. И если есть возможность, то можно поддержать нас финансово, подписавшись на наш профиль на краудфандинговой платформе Boosty. Ссылка в описании. Каждый месяц выбранная сумма будет списываться с вашей карты. Подписку можно отменить в любой момент. Второй способ поддержать апрель, поддержать работу редакции, это наш L-SOM 0-990-909-1-1. Спасибо, всем добра, пока.